Всем привет друзья с вами Варчик и в этом видео мы будем рассматривать очередные ошибки в бою но это будет непростой реплей это будет реплей новичка и в этом видео я скажу кое-какие напутствия в каком плане и куда двигаться новичкам которые начали играть в world of tanks потому что большая часть танкистов когда начинает играть в world of tanks она выбирает неправильное направление и превращается в неисправимых рачин которые всегда будут слабо играть они всегда будут играть плохо потому что они изначально избрали неправильное отношение к игре просто неправильно направление выбрали и неправильно изначально задают себе вопросы в игре Как они играют, зачем, почему и что они делают не так Итак, если вы играете плохо, у вас там 45% побед, 46, 7, 8, 9, 50 и даже 50 плюс процент побед Если у вас такой процент побед и боев даже уже достаточно много или мало То вы уже должны понимать, что если у вас такие проценты побед, вы играете крайне плохо Значит вы что-то делаете не так, значит вам нужно в своей игре что-то менять И вы должны менять не лишь бы что-нибудь, а должны понять, что вы делали не так Вот допустим, в каждом бою нужно разбирать реплеи, я вам в этом помогаю Чтобы понять, а что было не так, что нужно было поменять, чтобы я принес своей команде победу Вот допустим, в этом бою данный игрок не участвует в бою вообще Первая причина, его танк не приспособлен для боя вообще Второе, он не поехал играть и исполнять роль своего танка Он занимается тем, что для танка тяжело И не занимается тем, для чего этот танк предназначен Это второе Ну и третье, это вообще не чувствуется ход боя и нет чувства вообще самого боя Для этого нужно тоже кое-что делать Итак, начнем с того, что наш танк не подготовлен для игры Первое, это Т20 У игрока уже там 100 боев кажется на нем Это новичок, у которого мало боев и в принципе он еще ни одной ветки не выкачал Но уже 2000 там боев, мало процентов побед и уже пора бы задуматься Что я делаю в игре не так, поскольку развития нету Я вошел в игру и все И что у меня в начале там было, с тем мы и остались Надо куда-то двигаться Для этого нужно, начнем с третьего пункта Чтобы как чувствовать игру, ход событий Для этого нужно смотреть стримеров, статистов Повторять их максимально Я сам так делал 6 лет назад, когда начинал играть в World of Tanks Просто берешь, максимально копируешь С самого скиллованного там или одного из самых скиллованных Статистов в картошке, который стримит картошку Копируешь его танки, копируешь модули, шмодули, перки Куда он едет на карте Что он делает в бою Почему он поехал в атаку Почему он поехал назад Все, скопируйте И потом, накапливая бои Вы будете делать какие-то выводы То есть, нужно еще и выводы после боя делать Почему, получилось что-то или нет Для этого что нужно делать Для этого нужно разбирать реплеи А для чего нужно копировать статистов Самых лютых Для того, что статисты разбираются в игре Каждый день в нее играют И они, так сказать, в трендах картошки Они разбираются в ней Каждый день в эти бои играют И у кого, как не у них Нужно перенимать все самое лучшее Поскольку они всегда берут самое лучшее Едут в лучшее место на лучшем танке С лучшим оборудованием Не нужно там каких-то вадемейсиков Там вот это вот все Они играют на пресс-аккаунтах Они играют на публику Они делают шоу Если вы хотите научиться играть Вы должны смотреть не шоу, а задротов Только у них вы научитесь Как играть в World of Tanks Или даже в другие игры На другие игры это тоже распространяется Не шоуменов надо смотреть А тех, кто реально работают И пашут в игру Для этого нужно их копировать Перенимать их манеры Стиль игры, танки, оборудование Куда едут позиции, тактики И всему обучаться В этом бою Наш танк не подготовлен Вообще абсолютно не подготовлен Во-первых, у него стоит пушка Не топовая Стоит фугасница Фугасница под этот танк Не подходит абсолютно Во-первых, она очень слабая Во-вторых, топовая пушка Намного сильнее У нее 160 пробития 240 альфа И пробития голдой У нее 243 На седьмом уровне Вам хватит и ББшки И голды Для любого врага Также этот танк удобный У него склоняется хорошо пушка И он в принципе приятный И играть на нем активно Само удовольствие Но на фугаснице стоять И просто смотреть вперед Это не геймплей Т20 Поэтому никогда в жизни При таком геймплее На данном танке И типе танков Не будет никогда Высокого процента побед Данный игрок вообще Не влияет на исход боя Никак Если бы враги Играли лучше Мы бы в этом бою Увидели поражение Вместо победы Потому что наш игрок Вообще не влияет На исход боя И многие из вас Могут делать Те же самые ошибки И тоже не влиять На исход боя Если у вас Быстрый танк Карта степи Встречный бой Вам не нужно Лезть на тяжелые Танки В лоб Тем более На Т20 У него нет Бронированной башни На нем будет крайне тяжело Тем более Пушка Конченная стоит Нам нужно было Поехать Вокруг карты К базе И здесь От холмика Где стоит КВ-2 Можно было Поиграть От башни Подсвечивать Подъезды Балкончики Врагов Если у нас Есть здесь Преимущество Мы едем В атаку Если у нас Преимущества Возле базы Нету Можно было Просто Поставить В позиции В позиционке Либо же Отъехать назад Если бы Нас там Давили Но данный Игрок Стоит Здесь Смотрит Просто Вперед На тяжелые Танки И в принципе Он ничего Не влияет Просто Ни на что Если тяжи Будут давить Он своей фугаснице Особо урона Не нанесет Его задавят И поедут Дальше То есть Он здесь Что есть Что нету Если бы Он поехал Даже с этой Конченной пушкой Вокруг карты Пользы было бы Намного больше Следующее Чего не хватает Этому танку Если вы играете Выше шестого Седьмого уровня И заканчивая Там восьмым Девятым Десятым Уровнями Никогда в жизни Не используйте Маленький огнетушитель Маленький огнетушитель Не дает Вам Постоянного Бонуса К тому Что вы будете Меньше гореть Реже гореть Да он стоит Двадцать тысяч Но вы будете Им пользоваться Не каждый бой Вы не каждый бой Платите за Голдовый огнетушитель За большой Который стоит Двадцать тысяч Серебра Почему Потому что вы Горите Реже Не то что Горите Реже Вы часто Будете Вообще Не гореть Он просто У вас будет Стоять И все Есть он Не просит Загорелись Он сам Потушил И все Маленький огнетушитель Нужно 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 Во первых Самому Нажать Во вторых Он не дает Никаких Бонусов Он просто Тушит пожар Причем Тушит пожар Довольно таки Медленно Пока вы Нажмете Кнопку Потом пока Он там Сработает Голдовый огнетушитель Сразу через Один тик урона Потушил пожар Все Никаких проблем Нету Плюс еще Дает бонусы Так что Нужно было На этом танке Во первых Огнетушитель Другой Поставить А еще Лучше Доппайок Если есть Так сказать Хороший экипаж Но если Вы чувствуете Что Пока еще Не нагибаете И Особо Нету смысла Там Какие то Доппайки Ставить Вы не умеете Прикрывать Свою задницу Потому что Американские танки Горят в жопу То есть Вы должны Урон Если и принимать То только Лицом Если вы Это не умеете То не ставите Доппайок Будете гореть Через Каждые там Пару боев На доппайке И будете Тратить 20 тысяч Серебра А нагибань Так и не будет Потому что Вы не умеете Принимать Урон Только лицом И Оно вам Ничем Особо Не поможет Поставите Голдовые Нетушители И ни о чем Не парьтесь Либо Если уже Будете Там Что то Там Какие то Скиллы В руках Уже будут Проявляться И в принципе Будете Понимать Что такое Вордутанц Уже потом Ставите Доппайок И все И играйте С ним В удовольствие Тем более Часто Используется Топпайок Да Американцы В жопу Горят Частенько Но Если вы Жопу Не подставляете Вы гореть Не будете Также Еще топпушку Надо поставить Сюда Ну и В принципе Все И По бою Мы не участвовали В бою Поэтому Исход боя От нас Не зависел Вот В принципе И все Также Еще Чтобы чувствовать Вообще Бой И Знать Куда Ехать Нужно Во первых Ехать В то Место Где Основной Фланг Для Вашего Танка Для Этого Нужно Смотреть Топ Стримлеров И Копировать Куда Они Едут Да И В принципе Если Не Копировать То Просто Смотришь На Карту И Понимаешь Что У тебя Есть У Танка Скорость А Если У Танка Есть Скорость Ее Нужно Использовать Если У вашего Танка Нет Брони В Башне И Он Не Может Танковать То Лезть На Тяжей Не Нужно У Т20 Нет Брони У Него Есть Скорость Ошибка Такая Же Как И В Прошлом Видео Которое Мы Разбирали В Прошлом Бою В Этой Рубрике На Скорпионе Игрок Не Использовал Скорость Скорпиона В Этом Бою Игрок Не Использовал Скорость Т20 Он Вообще Не Ездил Просто Абсолютно Поехал В Атаку В Конце Уже Когда Все Закончилось И То Поехал Он Уже Поздно Когда Уже Прозевал Весь Урон Вот Почему Нет Урона Потому Что Мы Все Прозевали И Не И Использовали Скорость Почему Мы Не Влияли На Бой Потому Что Мы Бодались Там Фланга Удобного Для Нашего Танка Мы Вообще Его Не Использовали Это Очень Плохо Также Еще В Описании Оставлю Два Плейлиста С Гайдами В Одном Разбор Ошибок Различных Часто Встречающихся В Боях В Другом Плейлисте Просто Полезные Гайды Про Всякие Фишки В Боях Которые Нужно Изучить Все Кто Новички Пожалуйста Посмотрите Все Эти Плейлисты Там Очень Полезные Гайдики И Пожалуйста Прислушайтесь К моим Советам Первое Это Просто Копируйте Для начала Игру Статистов Вы Потом Поймете Для чего Со Временем Накатывая Бои И Разбирая Ошибки В Реплеях И После Боя Вы Будете Понимать Все Больше И Больше И Потом Станете Играть Хорошо Также Еще Танки Нужно Оборудовать По максимуму Для того Чтобы Ваш Танк Был Готов К любой Ситуации А не Тяжиком Стрелять В силуэт И при этом Не участвовать В бою Совершенно Ну и Следующее Чем Быстрее Вы Начнете На СТ Активно Играть Тем Быстрее Вы Пройдете Все Те Ошибки Которые Прошли Все Статисты Все Статисты Тоже Когда То Ошибались Но Они Все Эти Ошибки Уже Прошли Потому Что Они Участвовали В игре Участвовали В каждом Бою Не Участвуя В бою Вы Не Будете Совершать Ошибки Не Будете Совершать Ошибки Вам Нечего Будет Разбирать В боях Вот Как В этом Бою В Принципе Вообще Не Было Боя У Данного Игрока Казалось Бы Разбирать Особо Та И Нечего Потому Что Он Даже Не Поехал В Как только Данный Игрок Начнет Ехать И Играть В то Место Где Происходит Игра Для его Танка Для его Класса Техники Только Тогда Он Начнет Совершать Ошибки Которые Потом Нужно Будет Разбирать Запоминать И избавляться От них И заменять Ошибки Правильными Действиями Все Статисты Когда-то Проходили Через Ошибки И Накапливали Багаж Знаний Только Слабые Игроки Игра Сама Как-нибудь Там В себя Поиграет А Процент Побед Плохой Не потому Что Вы Ничего Не Делаете В боях А Эта Игра Там Сама Так Виновата Пожалуйста Под этим Видео Не Пишите Оскорблений С вами Был Арчик Играйте Красиво Пока Субтитры